Туда, зал туда. При виде такого количества журналистов растерялся не только сам задержанный, но и сопровождающий его оперативники ФСБ. Несмотря на то, что никакой вины за собой Ильхам Насибулин, по его же словам, не чувствует, лицо замминистра МЧС, он же исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной службы, от камер прятал. Правда, только поначалу, потом уже в зале суда, на скамье подсудимых, освоился и даже разговорился. Мне на самом деле сегодня стыдно находиться здесь. Мы хотим, чтобы наказали те, кто этого заслуживает. Однако, по версии следствия, Ильхам Насибулин как раз один из тех, кто наказание заслуживает, поскольку являлся никем иным, как покровителем фирмы-дублера, которая фактически, ничего не делая, получала деньги за работу, выполняемую спасателями. А работы было много. Это и многочисленные разливы и утечки топлива, крушение Булгарии, крах адмирала и прочее, и прочее. По словам Насибулина, так называемая фирма ОДС лишь помогала спасателям с оборудованием, а сама работа поисково-спасательной службы и вовсе не подразумевает платных услуг. Возможно, поэтому настаивают следователи. Деньги получала фирма-дублер, а услуги оказывали реальные спасатели. И правда, бесплатно. Склоняли юридические лица, которые занимались обеспечением безопасности на опасных производствах республики, к заключению договора с подконтрольной ими фирмой. Мне ничего не известно о деятельности ОДС. Я не знаю вообще, чем они занимаются. Однако сам Насибулин не перестает доказывать, к деятельности фирмы отношения не имеет. С ее руководством, которое, к слову, заняло место на той же скамье вслед за чиновником, был знаком лишь, цитата, в рамках соглашения о взаимодействии. Поскольку ему, как замглаве МЧС, все равно с кем сотрудничать, лишь бы в помощь людям. А документация фирмы ОДС, которую при обыске нашли у него дома, хранилась там просто так, для информации. И вообще настаивал обвиняемый в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве в особо крупном размере. Он спасатель, а не коммерсант. Родственники и знакомые фигурантов по этому громкому уголовному делу до последнего надеялись, что суд проявит снисхождение и отпустит на время расследования задержанных под домашний арест. Однако, как позже признали следователи, 161 миллион незаконно заработанных рублей та непозволительная роскошь, которую еще долго не позволит арестованным. Дышать свободно. Сам Ильхам Насибулин, а также Ленар Зинатулин и Ильнар Гемодеев, директор и заместитель директора злополучной фирмы, соответственно, до 16 мая останутся за решеткой в ожидании суда. Мария Молочникова, Максим Малов, Владимир Ладушкин. Телеканал Эфир. Мария Молочникова, Максим Малов, Владимир Ладушкин. Телеканал Эфир.